У меня вообще-то идёт эфир уже. Сегодня мы проснулись в 4 утра. Мы приехали в самую высокую в мире деревню. Господи! Надо перейти в эту реку, всего это ничего. Очень хорошая практика. Идём дальше. Вот так вот выглядит наш автобус. Мы живём в Буэндском монастыре. Вот так выглядит завтра. Ты понимаешь, что вон там люди живут? Здесь невероятно красиво. Тут просто не верится, что это сделано природой. Всё реально, да? Да. Куда идём мы с питочком? Намасте. Куда идём мы с питочком? Большой-большой секрет. А, так ты снимаешь? Да. Это вообще не секрет. Мы идём в трек на 4 часа. Медленно идём на 4,200. Объясню, почему мне тяжело. Во-первых, это высота. Во-вторых, поднятием на горы нужно заниматься регулярно. Вообще, ходьба — это не мой вид спорта. Мы много медитируем. Занимаемся практикой. И именно такие физические марш-броски помогают держать концентрацию внутри своего тела. Чтобы ты не отвлекался, не растрачивал энергию. Очень хорошая практика. Идём дальше. Боже, ребята, я дошла. Посмотрите. Опять мы в дорогу. Очень не хочется прощаться. С людьми. Да, не очень не хочется. Да, мы сказали, что обязательно, да, вернёмся. Bye. Спите. Высота 4,500. Мы всё ещё путешествуем тут по окрестностям. Вот статуя Будды. И отсюда можно увидеть в Малайский хребет. Мы приехали в самую высокую в мире деревню, в которую можно добраться на машине. Это монастырь. Он наш автобус. Вот ровно за моей спиной находится Тибет. На такой высоте как-то по-другому воспринимаются обычные вещи, которые нас окружают в обычной жизни, в городе. Как будто поднимаешься над суетой, над какими-то проблемами, над какими-то мелочами. Всё становится такое понятное, спокойное внутри. Вот ради, хотя бы ради такого чувства стоит проделать весь этот путь. Сегодня мы проснулись в 4 утра, чтобы выехать из долины Спити и попасть в город Нагар. Подъезжая к последней деревушке в долине Спити, мы наткнулись на такую картину. Та-дам! Вышла из берегов река, и наш автобус не может проехать. И говорят, что мы будем ждать здесь сутки. Вот такие вот случаются события иногда, когда вы путешествуете в горах. У нас тут оказия небольшая. Сейчас покажу наши спасители. Мы всё ещё в дороге. Как меняется природа. Это невероятно. Гималая, конечно, самое красивое место, которое я когда-либо видела. Вот и проезжает наш автобус. Ну, так себе затейка, если честно. Тут завал. Нас дорога не пускает. Сейчас будем проходить. Здесь? Надо перейти вот эту реку, и всё будет на ничего. Нам сказали, что сошёл стиль, и что два дня нету проезда дороги. История в том, что обратно мы уже вернуться не можем, и вперёд уже проехать не можем. Лагерь выглядит вот так вот. Вот так вот. Из 13 людей у двух есть спальники, и у нас ещё есть один небольшой автобус. Здесь была дорога. Здесь была дорога. Мы спали здесь. Но мы спали здесь не вдвоём. У нас здесь человек. Нас было 10. Сейчас позавтракаем, и пойдём на место схода селя, и надеемся, что у нас получится пройти. А возьмём всё необходимое? Это всё, значит, возьмём. Ой-ой-ой, как смотрите, люди проезжают. Что, наступил момент X? Да, мы болеем за нашего водителя. Донеж, наша умничка, давай! О, господи! Да! Ой. Я тоже попадаю. Я сплю ещё, на ходу сплю я. Вчера ночью мы приехали в Нагар. Да, вообще нам сказали, что здесь есть шопинг. Мы вот полчаса ходим. Пусть шопинга. Это всё, это город. Да, я думаю, всё, это Нагар. Плавно перетекающая в соседние городки. Нет ощущения, что ты в Индии, да? Да, нахуй тоже здесь вообще. Тут очень много вот таких вот кофешопы и бейкери. Мы нашли шопинг! Сари. Вязаные тапочки, тапочки, кепочки, свитера. Вот так вот одеваются в Гималайф. Ну что, наконец-то я не в аэропорт. Поездка была сумасшедшей. Много всего осталось за кадром, много получилось заснять. Надеюсь, что вам понравится. Пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. И я буду дать делиться частью этого мира. Не убьём. Субтитры сделал DimaTorzok